Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня понедельник, 12 сентября по новому стилю, или 30 августа по старому. И сегодня совершается память. Патриархов Константинопольских IV, VI и VIII веков святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового. Преподобного Христофора Римлянина, подвижника VI века. Преподобного Фонтина Чудотворца в Солуне, подвязавшегося в IX-X веках. Преподобного Александра Свирского, игумена XV-XVI столетия. Празднуется обретение мощей благоверного князя Данила Московского в 1652 году и перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в схеме Алексея в 1724 году. Память святителей сербских с XIII по XVII век. Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима Данила II, архиепископов, Иоаннике II, Ефрема II, Спиридона Макария Гавриила I, раича патриархов и Григория епископа. Священно-мучеников XX века Петра Решетникова, Павла Малиновского, пресвитеров, преподобно-мучеников Игнатия Лебедева, схиархимандрита. Священно-мучеников XX века Петра Решетникова, Павла Малиновского, пресвитеров, преподобно-мучеников Игнатия Лебедева, схиархимандрита и Аполлинария Масолетинова, иеромонаха. Преподобно-мученица Елисавета Ярыгина и монахини, и мученика Федора Иванова, священноисповедника Петра Чельцова, пресвитера, почившего в 1972 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня празднуется память целого ряда замечательных святых, и в этом году мы будем говорить о преподобном Александре Свирском. Родился будущий преподобный Александр, а в миру в то время еще Аммос, в 1448 году в пределах Великого Новгорода в небольшом местечке Абонежской Петины, Мандерах, по молитве престарелых родителей, отличавшихся истинно христианской жизнью. Для освоения грамоты отрок поручен был опытному наставнику, но лишь молитвой приобрел он способности к учению, так что вскоре превзошел знаниями всех своих сверстников. С юных лет начал он изнурять тело бдением и постами. Чужд он был и житейских волнений, искания удовольствий и праздности. Когда он достиг совершеннолетия, родители захотели женить юношу, но он стремился в Валаамскую обитель, рассказы о которой ему доводилось слышать. Однажды он встретил иноков, прибывших с Валаама в его родное селение по монастырским делам. Одному из них, уже старцу, поведал он о своем желании достичь Валаама и получил совет не медлить с исполнением духовной потребности, пока злой сеятель не посеял в сердце плевлы. После усердной молитвы в 26 лет Аммост тайно оставил родительский дом. Первую ночь путник провел на берегу небольшого красивого озера, окруженного вековыми деревьями. В тонком сне услышал он таинственный голос, который благословил его в дальнейший путь и провозвестил сооружение обители на этом чудном месте. Возблагодарив Бога, юноша собрался идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и Господь послал ему спутника до самых монастырских ворот. Приняв постриг с именем Александр, провел он здесь 13 лет в посте и молитве. Между тем его безутешные родители получили, наконец, весть о пропавшем сыне. Отец посетил обитель и горько плакал, увидев изможденного постом инока Александра. Но подвижник утешил его и в духовной беседе убедил тоже оставить мир, чтобы обрести новое поприще. И мать преподобного дни свои окончила в монастыре. Святой Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том настоятеля, но опытный старец счел, что еще не пришло время покидать братью. Однажды во время ночной молитвы блаженный услышал небесный голос, повелевающий ему направиться на место, которое было указано прежде. Открыв оконце, увидел святой Александр великий свет, изливавшийся с юго-востока. На сей раз настоятель не отказал в благословении и отпустил в назначенный путь. В 1487 году преподобный Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне в шести верстах от реки Свери. В глубине непроходимого бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам. Но молва о пустыннике распространилась в окрестностях и дошла до родного брата Александра – Иоанна. С радостью пришел он в пустынь, чтобы разделить тяготы отшельничества. Смирившись, блаженный принял родного гостя. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял брату, то дерзко получая, то отказываясь строить кельи для приходящих. Слезными ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение и досаду, и стяжал, наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и великий мир в душе. В скором времени Иоанн скончался, и брат похоронил его в пустыне. К преподобному же Александру начали собираться, жаждущие обитать под сенью его молитвы. Духи нечистые воздвигли множество искушений преподобному, окружая его целыми полчищами и страшными угрозами заставляли отступиться от места. Добрый же воин Христов крестным знаменем рассеивал всю тьму. Явился тогда Александру ангел Господень в глубине пустыни и осиял его небесным светом, укрепляя его дух, чтобы он построил церковь во имя Святой Троицы. Александр начал заботиться о сооружении церкви, а число братьев между тем возрастало. Ученики умоляли своего наставника принять сан священство, но смиренный Александр уклонялся, пока не принудил его к этому новгородский архиепископ Серпион. Когда была построена деревянная церковь и получена необходимая утварь, блаженный Александр приступил к священнослужению, но в то же время он не оставлял и черную работу, подавая братьям пример смирения и трудолюбия. Прожив 25 лет в Свирской пустыне, Святой Александр был утешен божественным явлением. Светлые ангелы с посохами в руках изображали собой Святую Троицу. Святой никого не обличал суровым словом, но в духе прозорливости притчами получал согрешающих. Не прерывал игумен благоустраивать обитель, построил с братьями мельницу и каменную церковь вместо деревянной. Много людей притекало к нему за духовным советом и вообще не являл он необычайную прозорливость. В последние годы жизни преподобный Александр соорудил еще одну каменную церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы. До самой минуты своего отшествия в 1533 году он непрестанно получал братью хранить смиренно-мудрие и нищелюбие. Преподобнее, отче Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова